Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Я опять в ГУМе. ГУМ Редлайн, галерея. И там новая выставка. Пойдемте смотреть. Буквально на днях открылась. До 1 февраля, по-моему, она будет. Приходите. Сейчас посмотрим. Итак, эта выставка называется «Небесный ветер». Художник Михаил Молочников. Выставка будет продолжаться до 1 февраля 24-го года. Открылась совсем недавно, 7 декабря. Михаил Молочников – архитектор по образованию и буддист по мировоззрению. Он сформировал свой художественный стиль, опираясь на наследие русского авангарда. Проуны Эль Лисицкого, мистертизм Филонова и Чилищева, конструктивизм, модерн, символизм Молочников точно знают источники своего творческого вдохновения. С конца 80-х годов работы Молочникова получали признание в профессиональном сообществе и попадали в музейные и частные собрания. Они находятся в коллекциях музея имени Пушкина, в Тредяковской галерее, Русском музее и множестве других серьезных коллекций, в том числе и за рубежом в Австрии, например, в Вене. Молочников – один из основателей арт-группы МТМ, возникший в 2006 году с целью реализации художественных концепций в духе авторской книги «Русского авангарда» 1910-1920 годов. Участник более 20 музейных выставок в год своего 60-летия продолжает оставаться верным своему личному пониманию творчества. Процесс создания графического рисунка для художника сродни медитации. Сплетаемые в воздушную сеть графические образы рождают смыслы и нарративы. Мир авторских визуальных прозрений открыт для изучения и позволяет испытывать гармоничные ощущения, напоминающие воздействие свежего обновляющего ветра. Выставка «Небесный ветер» Михаила Молочникова показывает разные стороны деятельности художника, его жизненную философию и духовный путь. Ретроспективная экспозиция представляет несколько графических серий, коллажей, скульптурные объекты и книги художника. Всего более 60 произведений автора. По выставке проводятся экскурсии. Кстати, это надо смотреть, наверное, уже на сайте. Я знаю, что они по регистрации. Диптих. Так называется проникновение. Эта серия называется «Весна. Весеннее настроение». Тоже полнепновение. Серия в ожидании весны. Эта три работы в ожидании весны. Вот эта серия работ «Мировое дерево». 어차esque металлёр. Супри на 10-м позиция, игра в конструктивизм, серия буквы, серия Малевич жив, ну да. Супри на 10-м позиция, игра в конструктивизм. Супри на 10-м позиция, игра в конструктивизм. Вот это серия «Любовь». Супри на 10-м позиция, игра в конструктивизм. Вот это антенны в космос. У меня опять ощущение, что я в додоме. Микрокосм-1. Наверняка есть еще микрокосм-2. 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 Ага. Микрокосм-2. Микрокосм-2. Кому-то, наверное, это понравится. Возможно, для кого-то это даже шедевры. Я не понимаю ничего в таком искусстве. Поэтому, простите, я прошу прощения, но для меня это полный дурдом. Там где-то вот мотыльки были. Вот это еще куда не шло и весна. Остальное что-то как-то вообще до меня не дошло. Но, тем не менее, пришли, смотрели. До февраля уже можно не приходить. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр этого видео. И, как всегда, я приглашаю вас подписаться на свой канал. Тех, кто еще не подписан. Ну и желаю вам всем здоровья, добра, благополучия. Но, прежде всего, здоровья. До свидания. До встречи. Всем пока-пока.